Какие же цветы цветут все лето, до самых заморозков? Речь идет именно о непрерывном цветении. То есть, когда первый бутон распускается в мае или июне, а последний губит осенний заморозок. Таких цветов много, но расскажем только о некоторых. Армерия. Многолетнее травянистое растение, семейство свинчатковое. Характерные признаки. Невысокие, 20-30 сантиметров. Прямостоячие стебли. Многочисленные линейно-ланцетные листья формируют прикорневую розетку. Мелкие белые, лиловые или розовые цветы собраны в плотные соцветия на верхушках небольших 5-25 сантиметров цветоносов. Армерия зацветает в мае-июне. Аконит. Многолетнее ядовитое растение, семейство лютиковое. Его особенности – прямые стебли с чередующимися блоневидными листьями. Пятилистные неправильной формы цветки собраны в соцветия кисти. Окрас лепестков – белый, желтый, синий или сиреневый. Полный справочник по уходу и разведению утверждает, что акониты обильные продолжительно цветут с начала и до конца лета. А благодаря броской листве декоративно весь сезон. Для выращивания растений подойдет любая влажная почва в полутени и тени. При достаточном увлажнении могут расти на открытом солнце. Неприхотливы и морозостойки, но не переносят сухих и жарких мест. Гвоздика. Какие цветы посадить на даче, чтобы цвели все лето? Сажайте гвоздику, колокольчики, люпин, кнефофию, гентиану. Гвоздика – многолетнее травянистое садовое и дикорастущее растение семейства гвоздичное. Отличительные черты гвоздик – травы и полукустарники с линейными или линейно-ланцетовидными листьями. Цветки одиночные или по двум, трем на концах веточек. Чашка цветка цилиндрическая или цилиндрически-коническая, лепестки зубчатые, имеют красный, белый, розовый окрас. Период цветения с июня по октябрь. Колокольчик. Исключительно травянистое многолетнее растение из семейства колокольчиковое. Характеристика растения – травы с цельными очередными листьями. Цветки имеют форму поникшего колокольчатого венчика голубого, фиолетового, лилового или белого окраса. Метельчатые или кистевидные соцветия редко встречаются одиночные цветки. Цветут почти все колокольчики долго и обильно с конца июня до начала августа. Карпатский вид цветет все лето с июня по сентябрь. Растения предпочитают нейтральные почвы, слегка затененные места, имеют лиловые и белые колокольчики. Люпин. Многолетние растения из семейства бобовые. Особенности вида представлен травянистыми растениями, полукустарниками, кустарниками. Стебли травянистые или деревянистые, ветви прямостоячие, отопыренные или стелющиеся. Пальчато-сложные листья соединены со стеблем мясистой листовой подушечкой. Зигоморфные цветы с овальным парусом собраны в многоцветковые верхушечные кисти. Окраска венчика цветка разнообразная, однотонная или пестрая, чаще всего синяя. Без пересадки может расти 5-6 лет. Прекрасно размножается семенами, посеянными в любое время с мая по август или под зиму в ноябре. Зимует без всякого укрытия. Нужна консультация дизайнера? Ссылка в описании. Книфофия Многолетнее травянистое растение подсемейства Асфаделовы, родом из Южной и Восточной Африки. Отличить цветок можно по таким признакам. Экзотический многолетник, высотой от 60 до 120 сантиметров. Мечевидные листья образуют прикорневую розетку, из середины которой выходят цветоносы. Мелкие цветки-колокольщики собраны в колоссовидные соцветия, расположенные на верхушке стебля. Окрас цветов – красный, коралловый, желтый. Цветут растения с июля по сентябрь. Красивое растение нуждается в плодородных, рыхлых, увлажненных почвах с хорошим дренажом, поскольку не выносит застоя воды. Сажать их следует на солнечном месте. Нуждаются в регулярных подкормках весь сезон. Гентиана Гентиана или горечавка – многолетние травы или полукустарники семейства горечавковые. Особые приметы вида. Стебли прямые высотой от 20 до 150 сантиметров. Листья супротивные, сидячие, цельные. Одиночные или малочисленные, 5 или 4-х членные. Цветки с ворончатым венчиком, имеют синий, голубой, фиолетовый, желтый или белый окрас. Период цветения – с мая по октябрь. Горечавки требовательны к почве и месту посадки. Перед посадкой следует внести галечную подложку не менее 10 сантиметров. Затем плодородную воздухо и влагопроницаемую почву слоем 20-25 сантиметров. И только после этого высадить растения. Почва должна иметь слегка щелочную или нейтральную реакцию. Цветки раскрываются только на солнце. В полутине растения цвести не будет. Рудбекия Какие многолетние цветы неприхотливые! Если не имеете возможности много времени и сил уделять уходу за растениями, высаживайте в саду такие цветы. Рудбекия – тысячелистник, лобазник. Рудбекия – многолетнее травянистое растение семейства Астровое. Особенности внешнего вида цветка. Простые или разветвленные стебли высотой от 50 сантиметров до 3 метров. Цельные или пересторазделенные листья длиной от 5 до 25 сантиметров имеют овальную форму. Соцветия – крупные корзинки диаметром около 10-15 сантиметров. Цветение продолжается с июня по сентябрь. Рудбекия лучше всего растет и развивается на питательных влагоумких почвах. На полностью освещенных местах цветение более длительное и обильное. Рудбекию можно высевать прямо в грунт в начале апреля. Тысячелистник – крупное многолетнее растение семейства Астровое. Характеристика вида – многолетние корневищные травы или полукустарники. Прямостоячий слегка изогнутый стебель. Зубчатые пересторасеченные листья расположены в очередном порядке. Мелкие серо-белые, розовые, сиреневые или малиновые цветки собраны в общее щитковидное соцветие. Тысячелистники – неприхотливые растения. Засухоустойчивы, к почвам нетребовательны, обожают солнечные места. Цветут обильно и продолжительно с июня-июля до осени. Используются как лекарственное, пряное, декоративное и медоносное растение. Лобазник – многолетние травы семейства Розовые. Узнать растение можно по таким внешним особенностям. Крупное корневищное травянистое растение с прямостоячим стеблем и перистыми листьями. Многочисленные мелкие душистые белые или розовые цветки собраны в метельчатые щитковидные соцветия. Основное цветение происходит в июле-августе. Растения сохраняют декоративность с начала лета до поздней осени благодаря нарядной зелени и соцветиям с плодами. Лобазник хорошо растет во влажных почвах в полутени. Растение неприхотливо, к почвам нетребовательно, зимостойкое, может долго расти на одном месте. Газание. Если хотите красивую клумбу, но не можете уделять много времени уходу, Газание – ваше растение. Я предпочитаю покупать уже цветущую рассаду. Из семян еще неизвестно, что вырастет. А тут уже все ясно и с окраской, и со строением цветка. Поразительно неприхотливо и живуче. У меня замечательно росла и беспрерывно цвела на бедной почве без единой подкормки, только с поливом. Предпочитает солнце, но можно поселить ее и в полутени. В открытый грунт рассаду высаживают в начале мая или даже конце апреля. Газание без проблем переносит непродолжительные заморозки до минус 5 градусов. И до октября-ноября мои клумбы украшены яркими ромашками. Кстати, листья тоже красивые, ярко-зеленые, узенькие, сохраняют декоративность все лето. Бархатцы Полагаю, бархатцы в представлении не нуждаются. Выращивают, как однолетники, хотя есть и многолетние виды. Их однозначно стоит поселить на участке, если не для красоты, то ради уникальных полезных свойств. Желательно высадить их на солнечное место, допустимо полутень. У меня в тени почти не цвели, хотя зелени нарастили больше, чем на солнце. С высадкой в открытый грунт не торопитесь, подождите, когда минуют возвратные заморозки. Как-то моя рассада попала даже не под минус, а под простое понижение температуры от плюс 2 до плюс 5 градусов. Бархатцы так испугались похолодания, что навечно замерли в росте. Не погибли, но за месяц так и не пришли в себя. Пришлось отправить их в компост и крепко-накрепко запомнить. Бархатцы высаживают только после наступления устойчивого тепла. Катарантус розовый, компактный кустик, красивые блестящие листья, миленькие нежнейшие цветочки. Катарантусом можно любоваться бесконечно. Потрясающе живуч. Требователен к влажности грунта, но выдерживает кратковременные периоды засухи. Результаты вынужденной проверки на прочность. 9 дней при дневной температуре плюс 32 градуса без единого полива. Без потери декоративности. Обрезка не нужна. Побеги у основания не оголяются, кустик не разваливается, все время остается компактным зонтиком. Ровненьким, как будто его формировали. Еще одно замечательное качество катарантуса – самоочищающиеся цветки. Катарантус розовый, вечно зеленый многолетний полукустарник, но не зимует, поэтому выращивают как однолетник. Хорошо размножаются самосевом, но всходы нужно беречь от возвратных заморозков. Левкой седой. Яркие свечи левкоя седого украшали клумбу до глубокой осени. Жаль только, что сеянец был один. Группой, как мне думается, левкоя смотрелись бы куда эффектнее. Несмотря на бытующее мнение, что это растение капризно, мне левкой не доставил никаких хлопот. Полив, раз в неделю подкормка, обрезка увядших соцветий, стандартный набор работ по уходу. Болезни и вредителей замечено не было. Единственный минус – постоянно усыхают листья у основания, в результате чего к осени цветок становится голоногим. Первые ночные заморозки до минус 5 градусов не причиняют ему вреда, и лишь более серьезное похолодание погубило упрямого седого красавца, все еще цветущего. Выращивают как однолетник, хотя существуют и многолетние виды. Миробилис елапа – теплолюбивый многолетник, погибающий от первых заморозков. Возможно, из-за внушительных размеров взрослого растения, метр в высоту и столько же в ширину. Миробилис нечасто можно увидеть на дачных клумбах. Маленькие яркие граммофончики будут без устали распускаться до глубокой осени. Польете хорошо? Нет, Миробилис не обидится. Он умеет запасать достаточно влаги в клубневидных корнях. В отношении удабривания стоит придерживаться принципа «лучше недо». Чем перекормить? Размножается самосевом, растет без ухода, болезни и вредители ему не докучают, обрезка не нужна. Во время цветения потрясающе красив. Плюс вечером и ночью окружен флером тонкого, ненавязчивого аромата. КОНЕЦ